ДВХАП.РУ 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 Мы выживаем на даче. Если бы всем правительство, подожди, которые вот эти автобусы. Я предлагаю дать всем мэриям по 14 тысяч зарплату, они возьмут лопаты и пойдут сажать картошку. И такое решение они не примут. Вот это вот точно. Выходит один автобус. На Красный Восток. Да. У нас все годы ходили два автобуса. А сейчас один автобус. И он битком набитый два. Это бабушка 84 года. И очень активная. Да, да, да. Приумножил, да? 81? Дай бог ей здоровья. Значит, мы с ней проехали. Ну, послушайте, пожалуйста. Значит, я проехал на Чукенку сам, посмотрел эту дорогу, посмотрел, где дача и так далее, чтобы понимать, о чем идет речь. Потому что я действительно там не был никогда. Значит, она мне рассказала эту информацию. Что я по этому поводу могу сказать. На сегодняшний день, вы знаете, автотранспортное предприятие, которое находится в ведении города, оно банкрот. Да? Но, тем не менее, эта ситуация не меняет. Вопрос в том, что на даче ездить нужно, и никто это дело не обсуждает. Значит, на сегодняшний день решаем мы вопрос следующим образом. Выходные, вы знаете, праздничные дни автобусы работали. Почему они работали? Мы сняли некоторые автобусы с города большие и направили их на дачу. На выходные будем на штуке ездить. Тихо. Понятно. Значит, сегодня что мы делаем? Значит, буквально сегодня, потом будете делать вывод. Значит, я уже целую неделю тут встречался и с предпринимателями, которые обслуживают городские маршруты. Для того, чтобы перераспределить потоки, да, скажем, и маршруты обслуживания. Часть маршрутов с муниципального предприятия все-таки закрепить за частными предпринимателями, для того, чтобы высвободить вот именно большие автобусы и направить их на обслуживание дачных маршрутов. Значит, на сегодняшний день ситуация такова. Они собираются, буквально вечером сегодня у меня будет уже окончательная информация. И наша позиция такая, что с 18 мая маршруты дачные должны обслуживаться так, как это было и в прошлом году. Мы вам будем все очень благодарны. Вот послушайте, пожалуйста, 18 мая время Че. Все должны поехать на дачу. На следующей неделе я сам на этих автобусах хочу проехать, посмотреть там дач, сколько людей у нас занимается, какие автобусы, да, у нас ходят. Потому что, когда я начал задавать вопросы, почему мы пазики не можем направить, мне объясняют это тем, что очень большой пассажиропоток, и второй момент, ну, просто люди там и с своим инвентарем и так далее, нужен большой автобус. Значит, это мнение я услышал, Андрей Васильевич его подтверждает, поэтому большие автобусы должны пойти с 18-го числа. Я еще физически все не успеваю, проект обязательно проехал. Значит, говорить о том, что мы... Если говорить по содержанию и так далее, вот на следующей неделе еще раз Андрея Васильевича с собой возьму, и кто у нас занимается содержанием дорог. Как только мы наладим транспортное обслуживание, систематическое, ну, на сезон дачный, да, тогда мы еще раз вернемся к вопросу надлежащего содержания этой дороги. Вот сейчас, а до этого... Я же вам говорю, подождите, я уже неделю разговоры веду... Неделю, надо было с марта месяца решать. Человек только вступил в должность. Это не с марта месяца надо было. Половина июля, этого месяца, этого года, когда у людей уже вырастет все. Вы будете кричать после восемнадцати? Вы будете кричать после восемнадцати? Человек июля, это не решать, что забрать большого надо. А до него наступил в должность. А до него наступил в должность. Вы предъявляйте, что это все. Выручите. Выручите. Мужчина, нельзя так говорить, надо пойти. Дайте я это делаю. Уважаемые жители, я вас абсолютно понимаю, вы правы, что вы должны только что-то забрать. Я на даче. Понимаете? А сейчас нас не будет, там еще не будет. Дайте мне так обойду. Я уже все нормально. Я неenne еще. Я немножко еще не рекомендую. Я тебе Silver Convention майорです. За восемнадцатогоological costly. За восемнадцатого! Я за восемнадцатого. Мы с ними будем проговаривать все моменты по корректировке машинок, по вопросам охраны и так далее. Хорошо? Да, давайте я просто. Я согласен.